Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас небольшой EDC-шничек с совершенно серьезным заданием. Будем варить холостяцкий суп с ножом Яру Фокс, предоставленным замечательным магазином Ламни. Что такое на самом деле холостяцкий супчик? Это очень такое ленивое на самом деле блюдо. Дело в том, что все чистится. Ох ты, какой же ты острый, братишка, как же приятно-то! Вот это я понимаю. Просто выскальзывает кожура из-под клиночка. Так вот, что такое холостяцкий супчик? Это когда все режется сразу же в одну кастрюлю. На самом деле не так, как сейчас здесь. А когда уже просто воду ставишь, вода нагревается, и в этот момент все туда закидываешь. Можешь картофель. Перебрасываю, и все. Так вот. И что еще хочется сказать? Помидорка, паприка. Паприка тоже по той же самой причине нарезается достаточно крупно. Все это забрасывается и варится. Холостяцкий суп с курицей. Почему? Ну, как правило, вот у меня куриные здесь бедра без кожи и без костей. Потому что они тоже варятся очень быстро. То есть, если не в тестовом режиме, а в реальном режиме. Я вот прихожу, например, домой, и мне нужно быстренько сварганить суп. То вместе с готовкой это полчаса. То есть, где-то за 5 минут все нарезается. И 25 минут кипит, все готово. То есть, очень такая простая, примитивная, значит, кулинария. Добавляю еще вот такие вот звездочки. Или можно буковки. Не советую вермишель. Почему? Потому что вермишель слишком уж сильно набухает. Если, например, ты варишь такой супчик себе, предположим, с вечера на утро. Самые разнообразные моменты. То самое главное это, в принципе, не варить дальше вот эти вот макаронные изделия. То есть, суп сварился, выключил газ. 2-3 ложки на кастрюлю столовых вот таких вот каких-нибудь цветочков, макарошков. И все, так и оставил. К утру они в любом случае настоятся. Если им их поварить и потом еще оставить горячий суп, то они тоже слишком сильно набухнут. Будет некрасиво просто. А пускай 4 у нас картофельные мальчишка, как говорится. Пускай лопают свою картошку, мне не жалко. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Че почем, хоккей с мячом. По поводу наших вопросов. Спасибо, что все еще пишете вопросы. Очень нравится мне отвечать. Так, по-моему, мы закончили на музыке рокового направления. Да. Саша Козлов спрашивает, когда будет стрим. Не знаю. Саш, не знаю. Сейчас я очень сильно загружен. Сейчас получается действительно навалом всяких самых-самых разнообразных дел. Тут еще мимоходом собираюсь ремонт замутить. В общем, стрим это нужно, чтобы было совершенно спокойно, чтобы никто там перед камерой не бегал, никто меня не дергал, чтобы я был в идеале дома один, совершенно на расслабленных таких булках. То есть, вполне возможно, что когда-то в каком-то обозримом будущем все-таки я стрим сделаю, но точно сейчас пока не могу сказать. Самому очень хочется. Но как альтернатива стриму, вот, ребят, вот наши вот эти вот с вами посиделочки. Понимаете, можно сделать стрим по большому счету вот так вот на кухне. Ну, что это за стрим на полчаса, на 40 минут, даже на час? Несерьезно. Стрим это часа 3-3,5, чтобы так можно было именно поболтать. Будет, будет. Так, Михаил Прибыткин. Привет, Миша. Артур, какие у тебя самые любимые ножи, которыми ты всегда пользуешься? Массовку, если не брать. А что такое массовка? Я, честно говоря, не совсем понял, что такое массовка. Я снимал видео про свои любимые ножи, перечислял их. Причем я сказал, что, ну, про любимые фолдеры я снимал видео. В первую очередь про любимые фолдеры. То есть до фикситов еще пока дело не дошло. Я там на этом ролике сказал, что на самом деле в мои любимые ножи не попадают ножи самые лучшие, или самые правильные, или самые полезные, и так далее, и так далее. Нет. На самом деле я их просто люблю, потому что люблю. То есть мне эти ножи лично совершенно субъективно очень сильно нравятся. Я даже не всегда могу объяснить. Вот первое место у меня делят два ножа, которые на самом деле я их просто обожаю. Это, если про фолдеры мы говорим, это Лен Ма Ленни и Баскер от Аламиков. Это реально самые любимые мои два ножа. Они чаще всего у меня именно выгуливаются и так далее. Что касаемо любимых в плане именно самых востребованных, то это, конечно же, первый цех, безусловно. Сейчас нож Эх, он просто молодцом. Из первого цеха мне больше всего нравится, я скажу, вещь номер один. Но я не буду говорить про Мак, потому что Мак это очень, как говорится, личное. И это, в принципе, такой в хорошем смысле для меня полочник. И прям такой чуть ли не сакральный смысл в этом ноже. А именно из тех, которые по карманам. А первый цех у меня все время по карманам. Мне очень нравится вещь номер один. Мне очень-очень нравится Монголоид, Насекобль. Значит, грейдер. Потом, что еще? Полтинник, конечно же, безусловно. Гуляка. И вот сейчас Эх. То есть Эх очень-очень грамотно вписался в эту команду. По большому счету, Эх это такое, что-то для меня объединившее Монголоид и... Объединившее Монголоид и полтинник. И так как я эти оба ножа очень сильно люблю, то Эх, он прям вообще-вообще-вообще. Значит, что касаемо фиксидов, то самый частый у меня именно востребованный фиксид, который у меня на кармане, это Элгрис. То есть сейчас у меня их два, они просто в разных куртках, именно в софтшелке и в моей вот этой вот хиликоновской такой, я не знаю, ветровке. И где бы, что бы я, как бы, и оба эти Элгриса, они постоянно вообще в работе. То есть что-то где-то там строгануть на ходу и прочее, прочее. Если говорить о фиксидах городских, то, конечно же, это масечка Mark I от Волчьего века, это Last Chance от Юры Стрижова, это Bones. Ну и на самом деле их много. Сейчас смысла нет перечислять. Если когда-нибудь у меня руки дойдут, я обязательно сниму еще ролик про любимые фиксиды. Потому что вот про любимые фолдеры я снял ролик, вроде как к народу зашло, потому что было интересно. Поэтому мне очень, кстати говоря, нравится HB1 в Фонтоне. К сожалению, их перестали выпускать, но на Ламни, кстати говоря, есть еще какие-то остатки сладкие. Потому что там есть HB1, HB2, HB3, по-моему, если мне не изменяет память. Может быть, она мне в данный момент изменяет. Вот, и я прям искренне рекомендую присмотреться к этому ножу. Он просто потрясающий. Ну и в принципе, то, что мне нравится именно, Ленма Kitchen Usility Folder, весь Ленма конкретно имеет смысл брать именно на Ламни. Всех итальянцев именно на Ламни. А Ламник исключительно на Ламни, если вы не живете в Штатах. Потому что, ну, на Ламни очень богатый выбор Аламников. И все, как говорится, у них все по уму сделано. С огромным удовольствием в чистом виде прорекламировал замечательный магазин. Так, Максим Самойленко. Привет, Макс. Артур, ты живешь у моря, но часто ли ты купаешься в Балтике? Холодное у вас море летом или привык и нормально для тебя? И нормально для тебя. На самом деле, это, во-первых, возрастное. Почему? Потому что, когда я был маленький, а деревья были большие, а трава зеленая, я купался вообще в любой, в любой, скажем, температуре. Меня, ну, знаете, помните, пока мама не загонит уже на берег греться, потому что вот эти вот зубы стучат друг о друга, губы синие, весь такой в пупырышах, но никак не хочешь уходить. Сейчас я могу сказать, что я, конечно, очень сильно летом балован Норвегии, потому что там теплее, гораздо теплее, Осло-Фьорд, там водичка прогревается до таких приятных, там, 22-23 градусов. У нас считается, ну, где-то 18-20 градусов, это вообще уже нормалек. Можно купаться. И я купаюсь с удовольствием. То есть, тем более у меня младший научный сотрудник, он тоже вот любитель поноситься, побрызгаться. Поэтому в этом плане самая, наверное, холодная вода, в которой я именно, я не могу сказать честно, что я купался, но я окунался, это было очень смешно, когда на берегу нагреешься и разбегаешься в воду, прыгаешь буквально, забегаешь по колено, быстро бросаешься на дно, чтобы полностью окунуться, и буквально там через несколько секунд выскакиваешь. Это у нас несколько раз было вот, летом именно, приходит очень холодное течение. Мы даже не знаем откуда и почему, но факт в том, что у нас летом бывает температура воды 10-12 градусов. Ну, такое редко случается, но бывает, что она прям студеная. А один раз у нас произошло, это лет, наверное, 8 назад было, когда вот такая вот температура, она стояла больше пол-пол-лета. То есть жарища, а вода, она была прям студеная, она прям вот реально заходишь и сводила ноги, вот действительно. И, конечно, Юленция у меня не купалась, и она хихикала очень сильно надо мной, когда я купался. В целом для меня вот так вот, если я, например, прихожу вечером, я же живу вообще здесь, ну, грубо говоря, там 150-200 метров от воды, и если я вот летом прихожу домой с работы, там уставший, весь такой бро-бро-бро, то градусов 16 совершенно нормально для меня, чтобы я пошел и искупался. То есть не поплавал так вот прям, чтобы совсем, но пофыркал там, побрызгался, покрякал, покряхтел, вот это вот самое то. Так, Мартин Либерт. Кстати говоря, Мартин, классные фотки были на конкурсе. Тварь ли я дрожащая или право имею купить еще один нож? Это очень так, можно размазать на два или на три отдельных кухонных монолога. Мне сегодня некомфортно, я другим ножом резанул здесь кусок кожи, и получилось так, что после этого взял, обычное дело, горячую кружку, и у меня просто реально как будто уголек схватил. Вот, и сейчас как раз вот на это место, чтобы кромочка, ну, видите, я палец немножко по-другому поставил. Душевный складышок. Как всегда я скажу, какой бы ни был замечательный, прекрасный фолдер на продуктах, все равно потом ты его какое-то время тратишь на обслуживание. Но надо признать, что для своих размеров Яру очень ловко сейчас, пока все у нас нарезают, прям по фэн-шую мне очень нравится, как это все происходит. Вот, то есть, конечно же, имеешь право. Понимаешь, самое главное, наше вот это вот хобби, наша мания, зависимость, как угодно. Скажи, главное, чтобы не было войны, чтобы это никому не вовредит, потому что если мужик, например, покупает новый нож, а ему потом жена предъявы какие-то кидает, или он там купит новый нож, а потом приходится в чем-то отказывать, там, не дай бог, детям, это, конечно же, непорядок. А если есть, если есть хотелка, если есть деньги на эту хотелку, то почему бы и нет? Как говорится, человек может там покупать, коллекционировать, я не знаю, какие угодно вещи, которые со временем портятся. Ножи при нормальном уходе со временем не портятся. И так или иначе, я действительно считаю, что если ты покупаешь какие-то хорошие ножи, это достойное вложение денег даже на перспективу, потому что некоторые люди вот собирают, 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 потом, не дай бог, нужда пришла в деньгах, просто взял коллекцию, распродал, вот тебе и, пожалуйста, копеечка. Да, жалко, но, но, но. Так, Сергей Поперечный. Серега, привет. Артур, привет. Cold Steel планируешь обозревать? Если да, то какие модели? Да, я Cold Steel планирую обозревать. И я хочу обозреть, во-первых, нового Voyager большого. В идеале было бы здорово сделать обзор на четверку Крис. И меня очень сильно, очень сильно будоражат вот эти вот новые малыши-фиксиды. Сейчас я не помню, как это называют, называются они. То есть, Leatherneck Mini очень хочу сделать обзор на этот нож и тест. При всем при том, что меня большой Leatherneck так и не возбудил, я так и не сделал на него обзор и тест. Вот. И очень нравится новый Tantoid. Я не помню, как он называется. Тоже очень прикольно. То есть, на самом деле, это все будет, безусловно, будет. К этому, я надеюсь, какое-то ближайшее обозримое будущее мы придем, потому что хотелось бы именно не просто обзор, но и потестировать тоже какие-то модели. Вообще, вообще интересно, что у нас будет с компанией Cold Steel. Как это все будет происходить. Видите, помидорка большая, но нож настолько острый. Нож безупречно острый. Итальянский нож острый, как идеальный китаец. Я бы так сказал, и это комплимент. Потому что Яро здесь выточен просто идеально. То есть, вот он помидорку мелкими-мелкими кубиками нарезает совершенно без единого замятия, без единого вообще вопроса. Ту-рю-ту-рю-ту-хей! Пу! Денис Вериютин. Как уживаются два нажимана в семье? И как с этим бороться? У моего младшего научного сотрудника нажимание прогрусирующей форме у меня уже идет на спад. Гляжу на него со стороны и вижу себя пять лет назад. Как я теперь понимаю свою супругу? А что значит, как ты теперь понимаешь свою супругу? То есть, тебе пять лет назад нравились ножи. Сейчас у тебя пошло на спад. И у тебя теперь вызывает раздражение то, что твой сын полюбил ножи. Это полный бред, на мой взгляд. Потому что, ну, это как бы... Во-первых, любить ножи, это совершенно естественно. Потому что, если бы, например, когда мужчине нравится итальянская косметика, это вопросы могут возникнуть. Когда мужчине нравятся итальянские ножи, итальянские машины и итальянские актрисы, значит, все в порядке. То есть, в этом плане, ну, нажимание – это очень благородное, это очень правильное хобби. Потому что я неоднократно говорил. Нож, по сути своей, в нашем, скажем, как бы это сказать... В наше время обезличенное, обезгендерное, вот, то есть, получается, что сейчас постоянно принижают мужское, возвышают антимужское. Все это смешивается, все это подается и прочее, прочее. То есть, на самом деле, оружия у людей сейчас, у большинства нет, и нужды в нем нет, правильно? А нож – это не только орудие труда, которому там тысячи лет, но это еще и отголоски клинкового оружия. Поэтому, когда мужчина любит ножи, когда мужчина интересуется ножами, это можно этому только аплодировать. Значит, у него все нормально с набором хромосом, все в порядке с этими самыми, с гормонами. Поэтому только радуйся, только радуйся. Здесь вообще, ну, это мое мнение, я не навязываю, но так что ты меня удивил. Что, значит, я теперь понимаю свою жену? Мне проще, потому что в моей семье уживаться некому. У меня ножоман один, потому что младший научный сотрудник, все равно он еще ребенок. И у него сейчас в пять лет столько ножей, сколько у меня в пятнадцать не было. Хороших причем, хороших ножей. Финочки. Первый цех свой, личный. Совенок свой, личный. То есть, вот все очень по феншую. Но он еще, конечно же, не ножоман, потому что должно прийти понимание, должно какое-то именно настать время. Старший научный сотрудник, ему ножи нравятся. Он, конечно, не такой ушибленный, как я на голову в этом плане, но все равно какой-то интерес и симпатию к ножам испытывает. Поэтому, а что касаемо женушки моей, нет. Ее ничем не соблазнить. Никаким вот супер ножичком, там, с перламутром каким-нибудь, откровенно бабским, нет. И вот ей вообще совершенно пофигу на ножи. Поэтому мне здорово, мне не нужно никак уживаться. Так, Лилия. Привет, Лилия. Артур, как познается друг в беде, в радости, по половому признаку, по количеству ножей, свой вариант. В радости. Самое тяжелое испытание медными трубами. То есть, когда тебе плохо, когда тебе нужна помощь, друг, настоящий, с удовольствием снимет последнюю рубаху с себя и отдаст ее тебе. Когда тебе плохо, друг тебя всегда поддержит. Он будет слушать твои, там, какие-то проблемы по телефону и прочее, прочее. Но если у тебя попрет, если ты будешь в топе, то очень тяжело, но на самом деле в этом и познается друг. Чтобы, что у человека хватит сил не позавидовать, не подумать про себя, а почему он, а почему не я. То есть, когда к твоему другу приходит успех, я могу просить по себе сказать. Если у моего друга проблема, мне гораздо, как бы, легче ему помочь, посочувствовать. Я сделаю все, что нужно, чтобы другу было хорошо. Когда у друга выстреливает какой-то действительно удача, я абсолютно честно скажу, что у меня все равно появляется такая, не то чтобы, я с одной стороны рад, но с другой стороны думаешь, блин, ну я бы тоже вот хотел бы. Вот мне в этом плане легко, почему? Вот действительно эти ситуации решаются. Потому что у меня настолько все зашибись в жизни, что я сам себе завидую иногда. То есть, в этом плане, если бы я был бы в какой-то немножко большей жопе, я бы, наверное, мне было бы тяжело. Но я просто знаю, что люди, например, которые ко мне, вот, ну, они считали себя моими друзьями, и когда у меня были проблемы, они были хорошими друзьями, все-таки есть пара человек, которые именно когда у меня все наладилось, вот в этот момент общаться стали совсем меньше, 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 и в конце концов вот. То есть, я считаю, что настоящая дружба, она познается именно в радости, потому что нужно быть реально, вот, преданным настоящим другом, чтобы своему корешу не позавидовать и искренне за него порадоваться. Зависть – это вообще такая гнида конкретнейшая. Так, вот здесь мне на нарезке вот курочки не хватает длины клинка. Почему? Потому что я откровенно, то есть, если бы была какая-нибудь колбаска, было бы проще. А здесь курочка сама по себе, она елозит, и я откровенно боюсь себе порезать пальцы. Так, Дима Устиненко. Привет, Дима, патч будет Архадыр Клаб. Значит, в Архадыр Клаб ВКонтакте есть справа темы для обсуждения, и там есть тема, называется «Клубная символика». И, значит, в этой клубной символике есть в нескольких цветах замечательная эмблема клуба Архадыр, созданная замечательным товарищем с Олегом Султан-Заде. Эти все там эмблемки в PDF, то есть берешь, и даже, по-моему, еще в каком-то формате. Кстати, берешь, хочешь на футболку, хочешь на лопату, хочешь на кружку, куда угодно. Ну, просьба, конечно, на какие-нибудь фалоимитаторы не лепить, но я надеюсь, что среди нас таких и нет, у кого такая идея возникнет. То есть не похабить, как говорится, светлое имя туристов-милитаристов. То есть, по большому счету, это все в доступе. Ну, в принципе, здесь Дмитрию уже объяснили в комментариях, я просто для всех остальных сказал. Так, Иван Лекомцев, привет. Твое отношение к киберспорту, считаешь ли ты именно спортом или просто состязательной дисциплиной? Очень сложный, интересный вопрос. Почему? Сразу встречный вопрос. Шахматы – это спорт или нет? То есть, на самом деле для меня шахматы – спорт. Это спорт именно ума, это какие-то такие вот моменты и так далее. Но, с другой стороны, там, где не больно при тренировках, где нет выбитых зубов и растяжений, что же это за спорт-то такой? Я могу сказать, что у меня… Ну, я вообще знать не знал про киберспорт, пока не оказалось, что у меня один мой хороший знакомый, он оказывается в сборной Эстонии по киберфутболу. И реально там про чемпионат, и он мне рассказал. На самом деле, это очень довольно такая серьезная индустрия. Почему? Потому что у сильных стран, у них прям… Или у сильных клубов, у богатых футбольных клубов, например, у них киберкоманды полностью на зарплате, как спортсмены, как вот именно, ну, официально все. То есть, они ходят, носят символику, носят форму, готовятся, тренируются. Именно вот кибер, ну, то есть, по большому счету, вот те самые компьютерные игры. Отношусь я к этому как к спорту или нет, я не знаю. Я честно, вот, и у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, как бы да. С другой стороны, это спорт именно с приставкой кибер. Почему? Потому что ты управляешь там джойстиком, клавиатурой, но бегают поза тебя, как говорится, картинки. Но мне, на самом деле, вот мой товарищ, он очень много всего рассказал про вот эту тему. Вплоть до того, что даже, говорит, обидно. Даже там есть футбольная несправедливость. Почему? Потому что изначально те футбольные страны, которые сильны в футболе, ну, там, перечислим, Германия, Италия, Франция, предположим, какие-то вот такие, то у них программа задает лучшую физику игроков и в киберспорте. То есть, я могу сказать, что вот конкретно вот по футболу в Эстонии очень сильная киберкоманда по киберфутболу. Действительно сильная. И ребята прям так вот на уровне там выступают и готовят. Но он объясняет, что, ну, по большому счету, мы выходим против каких-нибудь, например, горит турков там или немцев. И мы понимаем, что мы именно как игроки за компьютером, мы гораздо сильнее. Но программа выставляет физику гораздо лучше этим командам. То есть, ну, и я понимаю, что ему обидно, потому что на самом деле, но это по большому счету очень странно. То есть, я считаю, что это все делается для того, чтобы популяризовать, для того, чтобы разрекламировать, как приставки, игры, чтобы разрекламировать там те же самые спортивные бренды и так далее, и так далее. И поэтому интереснее, если, например, там Англия будет играть с Францией, там в финале киберчемпионата, а не какая-нибудь Эстония и Люксембург. Правильно? Но это нечестно. Все равно это несправедливо. Почему? Потому что было бы как раз-таки, на мой взгляд, прикольно, что, предположим, ну, немцы стали чемпионами Европы, а Латвия, например, стала чемпионами мира там по киберфутболу. Предположим. То есть, как бы в этом плане, считаю, что это несправедливо на самом деле. Я понимаю, почему это так. Это в чистом виде забабок. Но это некрасиво. Так что нет ответа на этот вопрос. Зато есть совершенно четкое мнение, что Яру очень-очень удобный для своих размеров. С точки зрения, что вот это вот, кстати говоря, когда говорят, что воруют чойл кромку, во-первых, Vox делает шикарнейшие чойлы, и мне нравятся они. И даже сейчас по продуктам, наоборот, здорово, потому что грязь как раз-таки до рукояти, до осевого она не дошла. То есть, вот я резал вот эти вот, вот сектором, как говорится, у меня просто нож не врубался вот в эти вот, во все, во всю эту биомассу. Острый, просто наиострейший. Я уже, несмотря на то, что здесь, блин, 7 сантиметров каких-то клинок, я уже предвкушаю уличный тест с ним. Потому что даже если он будет наминать, здесь железо просто порвет любую деревяху. Я просто чувствую, насколько он прям, ну, хищный, злой клиночек. Просто супер. Все, продолжим дальше потом. Спасибо за просмотр. Всего доброго, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok